здравствуйте вы на канале кашпошница и давайте сегодня в этот осенний день чуть-чуть поговорим о творчестве меня зовут наталья петровская я веду канал кашпошница что такое кашпошница изначально это было место где я продавала свои изделия била кашпо из искусственного ротанга и продавала их но потом как-то так получилось что как все в жизни собственно и получается что это название кашпошница перешло постепенно на меня меня теперь многие зовут просто наташа кашпошницы вот так случилось так иногда случается когда мы не планируем но что-то происходит и так бы оно и было плела бы я себе плела кашпо который я кстати училась плести я закончила курсы я мастер по плетению я плиту мебель но моя любовь и вообще мое увлечение это конечно же кашпо вот когда я спрела больше тысячи кашпо и продала их так случилось что на работе меня сократили я осталась что называется в неожиданности не солоно хлебавший и со всеми своими страхами и заботами осталось ну как сказать не удел было лето искать новую работу честно говоря не хотелось но я и в стрессе находилась до пенсии мне и все достаточно далеко но я что называется ощутила себя состоянии такой знаете прямо скажу такой потерянной женщины немножко брошенный немножко обиженный немножко забытые со страхом остаться без денег безо всего ну кашпо мне приносило на тот момент доход но знаете как у меня есть подруги которые уже пенсионного возраста я видела их страхи страхи перед выходом на пенсию страхи перед безденежьем страхи перед тем чтобы остаться не востребованы и вот год назад примерно в это же время я записала свой первый ролик в надежде что я наберу но одну на две группы и проведу мастер-класс научу научу плести кашпо удовлетворю тех заказчик тех подписчиков которые уж очень настоятельно просили меня научить ну и на том дело станет но вот сегодня октябрь двадцать третьего года и у меня проведено 21 группа мои мастер-классы оказались востребованными я вам сейчас открою секрет почему так происходит чем отличается мастер-класс мастер-класс вы приходите я вас за один день научу плести кашпо я расскажу вам некоторые секреты мастеров секреты которые которыми я дошла своим умом секреты который мне мой мастер передал и у которого я училась плести мебель будьте уверены за один день я научу вас плести кашпо в чем радость плетение кашпо она состоит в том что кашпо никогда не бывает пустым кашпо никогда не стоит без делов обязательно найдется тот кому ваш кашпо нужнее чем вам и вы будете дарить кашпо с такой радостью а потом видеть в садах у своих подруг приятелей знакомых мало знакомых или на фотографии свои изделия и знаете вот когда я вижу я всегда могу узнать свое изделие я всегда могу понять моя ученица это сплела или не моя ученица это сплела не знаю каким образом это все происходит и я конечно влюблена в свои кашпо ну кашпо и в то дело чем я занимаюсь я знаю много примеров когда люди проходят тот или иной мастер-класс но потом бросают все потому что находится масса причин нет инструмента нет времени нет поддержки это все не про мой мастер-класс почему потому что на мастер-классе вы получите вот такой сундучок как я его называю папочку которым будет все что вам нужно для плетения давайте немножко посмотрим заглянем я вам не все покажу но что-то покажу первую очередь у вас будут перчатки которыми надо будет плести у вас будет измерительные инструменты и здесь целых три у вас будут маркеры которыми вы будете размечать емкости у вас будут сами емкости у вас будет ротан который вы предварительно выберете у вас будет вот такой замечательный инструмент для нарезки ротанга у вас будет лопаточка это специальный инструмент плетельщика у вас будет конечно же блокнот для записи ваших заказов потенциальных у вас будет ручка с моими контактами чтобы вы всегда были на связи со мной у вас будет кое-что не связаны напрямую с плетением но необходимое для каждой женщины для каждой плетельщицы и у вас не будет возможности сказать что вам чего-то не хватает когда мы только начинаем мастер-класс мои ученицы сразу говорят что мы вот это научимся делать за один день до научитесь и вот это и вот это и вот это и вот это да я всему вас ночью вы не переживаете и вы сами удивитесь когда у нас после окончания мастер-класса есть такой парад кашпо когда мы выставляем все кашпо и я снимаю крупным планом потом накладываю музыку да у вас все это будет более того у вас будет обязательная поддержка вот я ее планировала раньше сделать на один месяц а потом а зачем прерывать то что прекрасно прекрасно когда мы можем общаться прекрасно когда мы можем помогать друг другу поэтому у вас будет интернет поддержка такой закрытый клуб где мы обмениваемся своими изделиями обмениваемся какими-то новинками в плетении обмениваемся какой-то личной информации друг за друга радуемся секрет номер один заключается в том что я преподаю не только то как научиться сплести ручку косичку и прочее этого научитесь эта техника этому можно научиться и без меня полным полно ресурсов и прочего я даю нечто большее я даю возможность людям женщинам в первую очередь женщинам почувствовать себя востребованной на моем мастер-классе собираются разные женщины и и женщины пенсионного возраста и женщины молодые и мамы с дочками и подруги и мы проводим целый день в таком знаете девичьим царстве но не совсем девичьим потому что на мастер-классе присутствует мой супруг который очень четко следит за временем помогает нам в каких-то технических вопросах разбавляет шутками наш женский коллектив ну и так иногда нас строит чтобы мы знаете не только там про всякие украшения или про всякий макияж говорили но и не отходили от русла плетения знаете как удивительно получается что я на самом деле не обучила ни одного мужчину но мои ученицы которые закончили курс обучают своих мужей сыновей даже внуков плести кашпо мне так удивительно потому что после мастер-класса ко мне приезжают за ротангом мои ученицы или присылает своих мужчин и мужчины начинают тщательно и дотошно выбирать какой цвет какой оттенок какую фактуру нужно им для того или другого некоторые мужчины пошли так далеко что плетут уже столы плетут какие-то удивительные изделия сочетают цвета и это так радостно что семья становится как сказать крепче плотнее связанные сплетенные одним дел а этот отрывок для тех кто хочет сделать своим близким тепло уютно и приятно вы можете подарить мой мастер-класс у меня много примеров когда дети дарят родителям когда сотрудники дарят своим коллегам мой мастер-класс и это всегда всегда несет такой импульс заботы импульс тепла вроде ты же все видишь за этим зонтом но ты все понимаешь ты знаешь что этот зонт над тобой открыли тебе его передали и ты находишься более в защищенном состоянии защита тепло для женщины это так важно хотите подарить пожалуйста напишите мне ватсап мы все устроим все будет сделано так что одариваемый будет еще на один шажок более счастливым чем был до этого сейчас я могу сказать что моя роль от простого мастера по обучению по плетению от ремесленника перешла в моей голове на такую более социальную почему потому что мне очень нравится когда женщины могут себе позволить чуть больше чем вчера когда женщина может желать хотеть хотеть сделать кому-то приятное хотеть сделать себе приятное захотеть купить новый шарфик новую шапочку и она может себе это позволить все мы знаем что и наши зарплаты уж тем более наши пенсии они но крайне скромны да и когда у тебя появляется возможность дополнительного заработка а плетение кашпо как показывает практика показывают все мои ученики это очень хороший способ вы можете знаете не обязательно вы будете участвовать в активных продажах не обязательно вы будете выставлять свои изделия на каких-то площадках поверьте мне кашпо найдет своего покупателя это каким-то волшебным образом получается кто-то увидит у вас кто-то увидит у вас фотографии в соцсетях мы это все кстати обсуждаем на мастер-классах как продавать свои изделия но знаете у меня такая позиция не потратил значит заработал то есть если вы идете на день рождения например да или на новый год или просто в гости и несете ну к примеру корзину с какой-то мягкой игрушкой я всегда приятнее подарить и сказать да это сделала я кто-то из гостей обычно это увидит на кто-то поставить в саду их соседи увидят и спросят а кто это что это откуда-то мне а мне а мне а мне и все хотят тоже у себя иметь такие кашпо потому что их как я уже говорила этом это изделие его не только в саду можно поставить его можно поставить например в ванной комнате и складывать сюда моющие средства или грязное белье или например какие-то заготовки картошку лук все что угодно можно хранить на балконе почему потому что это пластиковое изделие она легко моется она не требует особого ухода я на зиму например даже в своем саду не убираю на хранение они у меня так и стоят поставила и стоят весной посадила и так они стоят дождь усиливается мне хочется добавить красок в этот и без того казалось бы красочный лес но через пару недель и этой желтой листве не будет так вот мне очень хочется добавить красок и рассказать чуть чуть побольше чем я рассказываю обычно поставим сюда в моем мастер-классе нет точки всегда такие запятые недавно меня несколько человек подряд назвали мотиватором я поняла что вообще для меня это такая большая честь и мне так нравится мотивировать людей я вообще человек который не останавливается никогда мне все время нужна какая-то движуха я для многих на самом деле являюсь мотиватором я подумала что стесняться да я мотиватор я мотивирую сама себя и мне нравится когда ко мне присоединяется на моем канале мы со многими моими подписчиками и учениками делаем планку ходим в какие-то музеи еще что-то но после мастер-класса с моими учениками мы также проводим разные мероприятия летом мы дважды ходили в храм серафима саровского и при делали благотворительное плетение для храма мы наплели такие фантастические все вместе кашпо который украшали и радовали многих многих прихожан мы ездим плаваем по москва реке мы ходили вот недавно на мастер-класс клей деменчук еще впереди у меня много 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 планов поэтому если вы хотите вырваться из своего мира и посмотреть что есть еще что-то другое приходить кашпо очень удобно использовать в качестве шапочки я большой поклонник шапочек и поэтому сейчас могу с вами спокойно разговаривать мне не страшен что называется ливень и дождь и так в октябре у нас будет три мастер-класса 28 29 и 31 числа у нас осталось по одному два места поэтому если вы хотите попасть на мой мастер-класс то обязательно приходите вот теперь у меня ведь серьезной женщины я произношу свой рекламный текст уже с полной серьезностью приходите буду рада вас видеть мастер-класс проходит 28 29 и или 31 октября есть по одному два места на каждый день мы сможем вас записать обращайтесь по ватсапу по телефону или можно сразу вступить в группу и записаться там что нас ждет еще на мастер-классе значит мастер-класс проходит метро тульская прям выходите из метро и вот пожалуйста деревян плаза деревян плазе есть очень красивое арт пространство на такое знаете очень творческая и там проходит у нас мастер-класс во время мастер-класса у нас запланировано несколько чайных пауз где мы можем попить чай кофе что-то сладкое конфеты печенье кто-то девочек иногда что-то приносит вкусненькое в этот раз я еще принесу свои пряные чипсы вы сможете их тоже попробовать также у нас целый час отведен на обед обед у нас проходит там же в очень таком атмосферном приятном вкусном грузинском ресторане это все включено в курс также вот тот сундучок что я вам показала все инструменты вы забираете с собой после мастер-класса вы забираете с собой свое же кашко вы забираете хорошее настроение мои контакты чат поддержку закрытые видео в ютюбе у меня есть по деталям каким-то иногда я записываю ну например захотелось девочкам узнать как сплести одну ручку это не входило в мастер-класс но я для них записала показала и они пользуются и прекрасно плетут такие лукошки с одной ручкой то есть есть закрытые видео которые я показываю для сотруд для прошедших курс потому что там есть знаете такие детальки которые очень сложно объяснить на широкую публику а мои ученицы и все знают поэтому я вам обещаю поддержку и в дальнейшем что еще у нас есть у нас есть хорошее настроение прекрасная компания я всех 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 очень жду а может быть я жду именно вас приходите для записи в группу наведите камеру телефона на этот квадрат или просто наберите или напишите мне вот сам буду вас ждать приходите на мастер-класс